К нам в редакцию обратились родители учеников 28-й школы, в которую увольняют директора. Родители с этим не согласны. Нашего директора хотят уволить в соответствии со статьей. Она присутствует в Трудовом кодексе, она в совокупности применяется в законодательстве о коррупции. Конфликт интересов и потеря доверия, что ли, что-то такое. Получается, конфликт интересов администрация города полагает, что он мог возникнуть из-за того, что у нашего директора Светлана Викторовна Соколова, которая работает в школе в 18 лет своей жизни, она посвятила этому учебному заведению. И муж у нее работал с 2009 года, работник, работник рабочий. Ситуация отчаянная. Родители в едином порыве встали на защиту замечательного директора. И я хочу обратиться к нашему губернатору. Олег Николаевич, разберитесь в этой ситуации. Помогите нам защитить директора Светлану Викторовну. Это человек, за которого можно и нужно бороться. Родители просто так отпускать эту ситуацию не собираются. И направили петицию губернатору Приморья. Ее подписали больше полторы тысячи человек. Мы будем бороться за Светлану Викторовну. За другого директора даже речи быть просто не может. По словам родителей, благодаря директору, обычная школа стала статусным образовательным учреждением. Известным не только в Приморье, но и в Российской Федерации и за ее пределами. В защиту директора вступают и коллеги-учителя. Я работаю в этой школе почти 10 лет. И за эти годы знаю Светлану Викторовну как очень честного и профессионального человека. Действительно профессионала с большой буквы и прекрасного руководителя и управленца. За годы ее работы школа необычайно изменилась и выглядит очень достойно по сравнению с другими школами города. Поддерживают директора и ученики, и выпускники школы. Мне кажется, даже многие родители, которые отдают сейчас сюда своих детей, они знают, что те получат не только знания, но и какие-то личностные навыки, которые пригодятся им в жизни. Я не понимаю, почему Светлана Викторовна хотят уволить, ведь посмотрите вокруг, все, что здесь есть, это все благодаря ей. Я сейчас учусь и живу в Москве, и когда я сюда приезжаю, я в первую очередь иду в школу, потому что это место, к которому хочется возвращаться. Профессионал с большой буквы, так отзываются коллеги о Светлане Соколовой. В школе проработала почти 20 лет. За это время поддержала многие идеи и проекты школьников. Нашей съемочной группе не удалось лично пообщаться с директором. Из-за сложившейся ситуации подвело здоровье. Ей даже доверяет правительство Республики Корея. Единственная женщина в России, женщина, директор школы города Владивостока номер 28, получил правительственную грамоту номер 102 за подписью министра образования Республики Корея. В администрации города нам сообщили, увольняют согласно закону. Директор труда устроила в школу своего мужа. Он находился у нее в непосредственном подчинении и получал заработную плату из бюджета города Владивостока. Эти действия попадают под статью антикоррупционного законодательства, а конкретно под пункт конфликт интересов. Кроме того, до настоящего момента директор не исправила нарушение, а именно не уволила сотрудника мужа. Каждый такой случай рассматривает специальная комиссия. В результате принято решение об увольнении директора школы номер 28 в связи с утратой доверия. Если бы этого не произошло, то уже не действия директора, а действия мэрии Владивостока рассматривались бы как грубое нарушение законодательства. Соколова Светлана Викторовна выполнила все требования, которые указала эта комиссия. И поэтому, естественно, у профсоюза в том числе возникает вопрос по решению этой комиссии. То есть мы считаем, что оно не совсем обосновано. Не указано, что с 22 апреля муж Соколовой официально написал заявление и был издан приказ директорам Соколовой Светланы Викторовны о том, что он уволен. Есть приказ об увольнении, он есть документально. То есть удивляет даже то, что сейчас наша администрация просто начинает изворачиваться и искажать те факты, которые есть на самом деле. Родители и коллеги надеются, что в ситуацию вмешаются краевые власти, и директор останется на своем посту. Дмитрий Беломеснов, Игорь Болтов. Новости на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова